Покер Настоящие говорят так, что песня И я звезу Субтитры создавал DimaTorzok Добавил Диме Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мне повезло, мне довелось выиграть путевку на сайте чемпионата.ру, там был конкурс на лучшую работу у покера. Я взял интервью у американского любителя Эрнеста Уиггинса, который участвовал в покерном шоу The Big Game от PokerStars. Радует то, что у меня нет ощущений, как в прошлый раз, сравнимо с первый раз за рулем. Когда сидишь и ничего не успеваешь ни понять, ни прочее, спина мокрая и пытаешься только сориентироваться на том, чтобы успевать следить за дилером, за соседями, за картами и так далее. То есть это была не игра. Сейчас я чувствую себя увереннее и в общем-то так, с надеждой на то, что удастся выигрывать. Покер развивается, это приятно слышать и я надеюсь, что в будущем игроки из Украины покажут себя на мировой арене посильнее, чем сейчас. Я раньше спортом занимался, мне очень нравится само состояние формов этих, что здесь в спортивном ожидании находишься. Мандраж, адреналин. Болезнь. Я думаю, как и для всех, для кого это там, даже эта работа, все равно это болезнь. Болезнь под названием покер добралась до турецкой части Кипра. Завезли этот общемировой недуг на Средиземное море представители России. Компания «Покер Клаб Менеджмент». 156 игроков всего постсоветского пространства пожелали принять участие во втором этапе «Медитеррэнен Покер Кап». Их основные соперники – турки, греки, израильтяне, американцы, ливанцы и немцы. Здесь больше турков, которые играют, на мой взгляд, слабее. Они больше играют как кэшевые игроки. И турнир как бы играет в лузово. Планы серьезные, буду играть жестко, плотно и надеюсь, это принесет успех. Мы пожелаем всем, чтобы не переезжали двух тузов. И это очень обидно бывает. Хочется пожелать успеха Михаилу Семину, за которого я буду сегодня болеть. Ну и в целом, чтобы было интересно, чтобы сегодня была хорошая игра. Пусть все будет здорово. Желаю удачи всем нашим игрокам российским. Организатором турнира является «Покер Клаб Менеджмент». «Покер Голд. Ком» является главным спонсором этого турнира. «Покер Голд. Ком» недавно был признан лучшим онлайн-покер-румом Европы. Также «Покер Голд. Ком» подготовил игрокам небольшие сюрпризы. Вот что это за волшебные конверты, где написано 50 евро? Да. То есть этот конверт выдается всем участникам турнира. Он дает право, если человек зарегистрируется на сайте «Покер Голд. Ком», на его счету сразу окажется 50 евро. То есть это реальные деньги. Он может снять эти деньги, он может поиграть в турнирах, в кэше. То есть эти деньги принадлежат ему. На главное событие «Медитерренин Покер Кап» зарегистрировалось 125 человек. Боин – 2200 долларов. Стартовый стэк – 20000 игровых фишек. Не прошло и пяти минут, и первый вылет. Ирина Лаур – игрок с большим стажем в преферанс. «Туз-2» Ирины не устояли против «Туза-6» игрока под номером 47. Он с удовольствием забирает весь первоначальный стэк госпожи Лаур. Ну, я когда пожелания делала всем участникам турнира, я сказала насчет переезда двух «Тузов», но не сказала относительно других переездов. Это действительно то, что называют в «Покере» несчастный случай. Постепенно игроки покидают игровые столы. Некоторые зевают, видимо, плохо выспались. А кто-то постоянно удваивается. К примеру, Пабло Эскобар. Главный персонаж этого турнира. Очень эмоционально играет, любит говорить в камеру и приставать к русским девушкам. Спасибо. Пожалуйста. Один, два, один. Что ты говоришь? До свидания. По окончании первого игрового дня Пабло Колумбинец из Нью-Йорка является чип-лидером. У него 357 тысяч игровых фишек. Итак, мы находимся на Кипре. У нас есть женщины на чемпионате. Кто они? Вы понимаете? Извините за мой английский. Бла-бла-бла. Как ваше имя? Отличное фото. Отправьте его моей мамочке. Турки не жалеют средств. Не жалеют средств, чтобы их клиентам все нравилось. То есть они делают столько еды на пляже, везде абсолютно. И 24 часа можно пить алкоголь или просто воду, либо фреши. Выражаясь словами русских игроков, здесь, в отеле Мерит, неприлично вкусно кормят. В ресторане изобилие салатов, мяса, рыба, даже крошка картошка, в которой много-много сыра. На десерт знаменитые турецкие сладости. Пахлава, рахат, лукум. Кто не может покинуть покерный стол, ужинают прямо в казино. Фуршет круглосуточный. А больше всего что здесь нравится из еды? Из еды? Ну, я не могу сказать точно. Здесь, в принципе, все вкусно. Но нравится обилие овощей, фруктов. Это самое главное на отдыхе на море. То есть, в принципе, нравится то, что всегда полный стол. Еда вообще просто мега очень вкусная. Все нравится. Мясо вообще отлично готовят. Шашлычки, макарошечки, лепешечки всякие. Температура на побережье Северного Кипра до плюс 32 градусов. Жара переносится легко, климат влажный. В 10 утра игроки уже на море. Получают дозу витамина D, которая укрепляет зубы и кости. Как русские девушки? Можене мое хорошо. Вельбечка-то. Люблю так ты, можене мое. Я люблю Кипр. Приезжаю сюда 3-4 раза в год. Мои друзья запустили турнир здесь, поэтому я на Кипре. Я помогаю им рекламировать турнир. Сама живу в США, в Вегасе. У меня есть много знакомых игроков, и когда я вернусь домой, расскажу им о турнире. Все отлично, отличный отель. Единственное, что расстраивает, нету футбольного поля, чтобы наконец-то обыграть дилеров. Они все время нас обыгрывают, потому что мы расслабляемся, а они собираются. Мои соперники? Мои соперники слабые, по большей части. Есть один русский парень, хороший игрок, и один немец, тоже сильный. Я не думаю, что я сильный игрок. Все зависит от конкретной игры и того, против кого я играю. Я готов играть в финальный стол. Но я не спал всю ночь, поэтому не совсем в форме. Финальный стол главного события сформировался после двух игровых дней. Общий призовой фонд – 250 тысяч долларов. Первое место – 72 тысячи. По подсчетам турецких агентов по недвижимости, победитель сможет купить за эти деньги большой дом с видом на Средиземное море. В данный момент осталось уже 7 человек у нас. В ЛНД 6 тысяч, 12 тысяч. Но постепенно играем. Осталось самые сильные, я думаю, игроки. Ну, не совсем самые сильные, но несколько очень сильных игроков, действительно, профессиональных осталось. Один из них – Борис. Это бывший наш соотечественник, который сейчас живет в Германии. Это один из очень сильных игроков. Борис Фраген покинул Россию 20 лет назад. Играет в покер уже три десятка. У Бориса есть собственная покерная школа в Германии. Признался, что обучение в ней очень дорогое. Сам Борис крупные турниры играет очень редко. В основном русский немец сопровождает своих подопечных покеристов на турнирах. Помимо опытного немца, за финальным столом трое русских. Один игрок из Украины, представители Турции и колумбинец Пабло Эскобар. Он выбывает на восьмом месте и забирает около восьми тысяч призовых. Чип-лидер Лера Литманович. Она играла довольно неплохо в ходе всего турнира. С ней было несколько конфликтов за столами.